Заседание штаба по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских начал с обсуждения ситуации с паводком в Ульяновской области. Пик паводка уже пройден, но обстановка в нескольких районах остается сложной. В других субъектах Приволжского федерального округа ситуация схожая. В прошлую пятницу проходило совещание полномочного представителя президента Российской Федерации ПФО Игоря Анатольевича Комарова. Я пообщался со своими коллегами из соседних областей. Аномальный паводок затронул всех. По поручению главы региона на пострадавшие территории выехали комиссии Министерства социального развития, которые проверяют оценку причиненного ущерба. С 20 марта начались выплаты материальной помощи ульяновцам, чье имущество пострадало от паводка. Отдельный минисельхоз просчитывает ущерб наших агариев. Вопрос возмещения вынесем на комиссии по чрезвычайным ситуациям. От паводка пострадали жилые дома в 12 районах Ульяновской области. Ущерб причинен 158 семьям. В их домах вода стояла 2-3 дня. На сегодняшний день почти все вернулись в свое жилье. Вода отступает. Первая очередная помощь будет оказана сегодня в размере до 50 тысяч рублей. У тех, у кого ущерб составляет меньше 50 тысяч рублей, у тех, у кого ущерб составляет свыше 50 тысяч рублей. Сегодня, завтра им будет выплачена сумма в размере 50 тысяч рублей. Дальше мы будем продолжать дальнейшее дообследование, потому что действительно сейчас, на сегодня оценить ущерб невозможно. В Ульяновской области реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря нацпроекту ульяновцы смогут отдохнуть на двух новых официальных пляжах. В поселке Рыбацкий и на Юрманском заливе. На базе туристической деревни Артекова. А также провести время в двух круглогодичных подогреваемых бассейнах. Покататься на горных лыжах, вундерах и на склоне Венеции. Что касается этого года, на текущий год мы тоже получили финансирование. Финансирование получили на развитие кемпингов и автокемпингов. И финансирование получили на создание национальных туристических маршрутов и обустройство их. И на обустройство пляжей также. Эта неделя в Ульяновской области также посвящена национальному проекту «Культура». В этом году в рамках нацпроекта планируют создать три новых модельных библиотеки. В 2023 году завершится строительство Дома культуры в селе Шиловка Сенгелеевского района. Эффективность мероприятия проекта «Культурная среда» по созданию, реконструкции, капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений оценивается также по росту посещаемости. На совещании обсудили состояние городских и областных дорог. Водители жалуются в соцсетях на то, что из-за ям на дорогах им часто приходится ремонтировать и менять автомобильные шины. Губернатор поручил ускорить ремонт дорог. Министр транспорта Сергей Воронцов пообещал устранить аварийную ямочность на областных дорогах до конца апреля.